Керлинг 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 Тверь пока не готова выставить конкурентоспособную команду, зато принимает гостей по высшему разряду. Керлинг Несмотря на наличие явно фаворитов, все же турнирная борьба таила в себе неожиданности. Получается так, что некоторые команды, на которых были определенные ставки, сыграли не так хорошо. Кто-то вышел наоборот вперед, второй этап отыграл. Вообще есть определенные, конечно. А можете сказать, кто удивил? Какая-то команда или спортсмена? Да нет, наверное, нет. Нет, потому что мы друг друга знаем давно. В принципе, это достаточно стабильный состав финальной части. Поэтому удивления такого нет. Все достаточно, так сказать, предсказуемо. Второй тур чемпионата России по керлингу стал важным этапом подготовки к престижным международным соревнованиям. Наши мужчины, которым подает заразительный пример женская сборная, тоже хотят в элиту мирового керлинга. Сейчас очень серьезные у нас изменения предполагаются с мужской сборной. И в связи с тем, что наш чемпионат Европы будет проходить в Москве в этом году, уже в декабре этого года, серьезная подготовка к мужской сборной. Мы надеемся, что все-таки в этом году нам удастся выйти из группы В в группу А, мужской сборной. А там, соответственно, уже все другое. Там уже другой уровень, новые игры, другая вообще. Группа очень серьезная, мы очень надеемся, в нее попасть, наконец-то. На сей раз москвичам и питерцам пытались противостоять спортсмены Челябинской и Калининградской областей, где существуют довольно боеспособные команды. На чемпионате России у нас участвует две команды Челябинской области. Команда, которая участвует в группе В, там команда достаточно молодая. Для них это приобретение опыта, наигрываться, так скажем. А команда уже более опытная, которая играет в группе А. Задача остаться в первой восьмерке, то есть остаться в группе А. Насколько реально соперничество на данный момент с командой Москвы, Четербурга, Светы? Соперники, все, которые здесь присутствуют, они уже, то есть наша команда уже имела опыт игры с ними, причем, как и положительные, так и отрицательные. То есть мы выигрывали до этого, но сейчас как бы немного хуже играем, то есть пока проигрывают. Как оцениваются условия проведения? Условия проведения хорошие, то есть каток прекрасный, лед тоже очень отличный, причем очень похож на наш, который у нас в Челябинске, на котором мы тренируемся, что в принципе придает там какое-то небольшое преимущество. То есть в принципе все условия довольны. И все же пока провинциалам приходится тяжеловат против столичных мастеров. Вот и в Твери было так. Победителем соревнований стала команда Адамант из Санкт-Петербурга, переигравшая в финале москвичей. Адамант из Санкт-Петербурга, переигравшая в финале москвичей.